Субтитры предоставил DimaTorzok Вот что мы покажем в ближайшие минуты Подготовка к Олимпиаде по-настоящему Иркутская сборная по керлингу получила в свой арсенал 16 оригинальных камней Лучший сельский врач России живет и работает в Дульдурге О нем расскажем в этом выпуске В круглосуточном режиме во время новогодних каникул Контрольно-пропускные пункты кяхта и наушки будут работать без выходных Исторический поворот, археологические раскопки доказали Древний Шанхай был крупным торговым портом Профессиональное оборудование получила сборная Иркутской области по керлингу Олимпийский вид спорта начал развиваться в регионе два года назад Все это время приходилось тренироваться с камнями, которые не соответствовали требованиям федерации Чем отличаются оригинальные снаряды? Анастасия Бурлакова побывала на тренировке команды и даст ответ на этот вопрос Люди в черном, на белом и льду Сборная Иркутской области по керлингу проводит первую тренировку с новым инвентарем Набор состоит из 16 оригинальных камней, его стоимость полтора миллиона рублей Снаряды команде подарила Федерация керлинга России До этого ребята тренировались с поддельными снарядами Артем Каретов занимается этим видом спорта почти два года и признается Разница между оригинальными камнями и прежними ощутимая Они намного лучше едут, они меньше по диаметру своему И они лучше намного едут на этом ду Они стандартные получается, на всех игровых площадках такие камни, как у нас сейчас Надо было выезжать со всей силы, он еле доезжал до дома Надо было сильнее их толкать просто Не у всех сил просто хватает, чтобы дотолкнуть с такой силой Камни округлой формы массой около 20 килограмм каждый изготовлены из гранита, который добывается на острове Эйлсекрейг в Шотландии, родине керлинга Этот вид спорта зародился в начале 16 века В Иркутской области им стали увлекаться два года назад Тренировались на открытых стадионах, предназначенных для массового катания Сейчас занимаются на профессиональной арене в Ледовом дворце На каждом камне стоит порядковый номер Такие снаряды используют на чемпионатах мира и в Олимпийских играх Обычно мы приезжали на соревнования и там начинали привыкать к тому, что нам надо с камнем работать по-другому совершенно То есть здесь мы тренировались так, что мы толкали этот камень Там получается надо его аккуратно очень отпускать Потому что эта работа очень сложная координационная, ювелирная И здесь ни в коем случае нельзя досадных ошибок Даже взмах рукой или еще что-то, какое-то движение лишнее И камень пойдет полностью в сторону Профессиональный инвентарь мирового уровня даст возможность юным спортсменам области продвинуться в олимпийском виде спорта Сейчас сборная готовится к двум чемпионатам Сибирского федерального округа, которые пройдут в феврале А в марте команда представит Иркутскую область на первенстве России Часовня 17 века появится в архитектурно-этнографическом музее Тальцы Работы по воссозданию исторического объекта начнутся в 2017 году А пока все желающие могут познакомиться с бытом казаков, которые охраняли Илимский острог 4 века назад Что ели и где спали защитники, увидела Анастасия Цыганкова На столе хлеб, черемша, яйца, лук На лавке небрежно брошено оружие, а на веревке сушится белье Здесь словно время замерло Караульная изба 17 века открыла свои двери для посетителей архитектурно-этнографического музея Тальцы Встречает посетителей грозный казак Над экспозицией сотрудники музея работали год Воссоздавали быт казаков Были сделаны последние штрихи нашей экспозиции Открыто, полностью укомплектовано Вооружение нашего казака, его амуниция Пища 17 века представлена Мы попытались создать здесь естественные условия проживания Показали небольшой беспорядок Для того, чтобы наша экспозиция выглядела натуральной Для того, чтобы она была правдивой По эскизам 17 века создали копию оружия и обмундирование казака А вот утварь настоящая Вековая посуда из глины и дерева сделана, что называется, на совесть Из мебели стола и лавка в углу русская печь А вот спали под потолком В 17 веке казаки спали на так называемых нарах Находились они под потолком, над дверью Чтобы не замерзнуть ночью Ведь тепло от печи шло кверху Ежегодно архитектурно-этнографический музей Тальцы удивляет своих гостей В 2016 сделали новые экспозиции Соболин и соляной амбар, приказную избу Вот-вот откроет свои двери кабак 19 века В 2017 году Ильинский острог, он же административный центр Иркутской губернии Отметит свое 350-летие К этой знаменательной дате в Тальцах откроются новые экспозиции Часовня 17 века не отличающая от других построек А интересна она еще и тем, что здесь потолка нет А по кровли расположены иконы были А иконы были написаны на материале Их везли из Тобольска У нас здесь не писали в то время иконы И вот сейчас мы прорабатываем тот момент Значит, какие были иконы И кто их будет непосредственно писать Но это планы на следующий, 2017 год А пока администрация архитектурно-этнографического музея Тальцы Готовит новогоднюю и рождественскую программу Для гостей на праздничные каникулы Такими были новости при Ангаре А сейчас эфир в середине земли продолжает Сабайкальский край Здравствуйте, Татьяна, у вас есть особая новогодняя информация Любой забайкалец может вполне легально и самостоятельно Выбрать, срубить одно дерево хвойных пород Ну, например, сосну Для своего новогоднего торжества Какой для этого официальный регламент? Вообще, есть ли он? Анна, здравствуйте! Для того, чтобы самостоятельно срубить новогоднее дерево Необходимо обратиться в лесничество по месту жительства При предъявлении паспорта заключается договор купли-продажи лесных насаждений При этом цена сосны составит от 13 рублей 30 копеек в зависимости от высоты дерева И к другим новостям Обладатель второго места в номинации «Лучший сельский врач России» живет и работает в Дульдурге Хирург Вячеслав Рабжинов более 15 лет стоит на страже здоровья односельчан Два дяди хирурга Они всегда были примером и ориентиром Поэтому уже в детстве решил выбрать эту профессию Говорит Вячеслав Рабжинов После окончания медицинского университета Ему предлагали остаться в Томске Прочили скорый перевод в Москву Но он решил вернуться в родную Дульдургу В местной больнице он проработал 16 лет И с первого дня зарекомендовал себя как отличный врач Никто из коллег не удивился, когда Вячеслав стал победителем престижного всероссийского профессионального конкурса Настолько он увлечен своим делом Как считает Бато Болот Балданов, врач-отоларинголог больницы Хирургия в районе находится на переднем крае Острые патологии, автомобильные травмы Работа день и ночь, практически не имея свободного времени Вячеслав Рабжинов один из тех, кто не боится проводить операции прямо на месте Не дожидаясь госпитализации Профессиональная смелость и опыт – важное условие для сельского хирурга Благодарность от правительства региона, от местных органов власти, признание коллег Но для хирурга Рабжинова главное другое Простое искреннее спасибо от его многочисленных пациентов Людей, которым он зачастую просто спас жизнь Ведь он лучший врач России Это были одни из самых заметных событий нашего региона Программа «Середина земли» продолжается На связь с нами выходят коллеги из Монголии Здравствуйте! Чем сегодня поделитесь вы? Спасибо, коллеги! Приветствуем зрителей программы «В Бурятии» В эти минуты расскажем о самых заметных событиях в Монголии В студии Мирослава Барху и мы начинаем Меховая выставка «Зимняя сказка» в Улан-Удэ Весь мутон по 15 тысяч рублей Скидка на 160% С 26 декабря по 8 января в музее имени Сампилова По предварительным данным учета скота в 2016 году Общее поголовье в Монголии достигло 61 миллиона голов Увеличившись на 9,9% по сравнению с прошлым годом Напомним, что в 2015 году в стране было насчитано 55 миллионов голов скота Далее тему продолжат мои коллеги Из данных предварительного учета скота Общее поголовье лошадей составляет 3 миллиона 634 тысячи Коров 4 миллиона 80 тысяч Верблюдов 402 тысячи Овец 27 миллионов 853 тысячи Коз 25 миллионов 572 тысячи голов По сравнению с прошлым годом Общее поголовье лошадей выросло на 339,5 тысяч Коров на 299 тысяч Верблюдов на 33,5 тысячи Овец на 2 миллиона 910 тысяч И коз на 1 миллион 979 тысяч голов В этом году наряду с учетом скота Совместно с Министерством протсельхоза и легкой промышленности Мы провели контрольный подсчет, который не проводился с 2013 года Эту работу мы сделали с 8 по 17 декабря в 16 Аймаках страны По предварительным результатам Самое многочисленное поголовье скота Насчитано в Аймаке Увурхангай Около 5 миллионов 208 тысяч голов скота За ним следует Аймак Хувсгул 5 миллионов 88 тысяч Аймак Архангай 5 миллионов 9 тысяч И Баян Хангор 4 миллиона 236 тысяч Саран Цицек, Дова, середина земли Монголия С 1 по 8 января наступающего года пропускной пункт Манды-Ханг Расположенный на перевале Мунгин-Даба 1830 метров И имеющий статус двустороннего работать не будет На момент каникул людям придется выбирать другие пункты пропуска Жителям Бурятии и Иркутской области Для поездки в Монголию рекомендуется выбирать следование Через пункты пропуска Кяхта-Наушки Которые в новогодние каникулы будут работать круглосуточно, без выходных Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня Далее к международному выпуску программы «Середина земли» Присоединяются наши коллеги из Китая Дадзе Хао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях Связан с Китаем в Су-Дисян-Джунань Историки опровергли утверждение, что Шанхай был небольшой рыбацкой деревушкой В период правления династии Юань Последние археологические раскопки свидетельствуют о том, что ранее древний Цинлун-Джэнь Являлся крупным торговым портом на морском шелковом пути Все подробности далее Цинлун-Джэнь, или городок черного дракона Был торговым портом во времена династии Тан и Сун Существуют письменные свидетельства, но археологически этот факт доказан не был Раскопки в районе древнего поселения ведутся с 2010 года И совсем недавно были обнаружены остатки пагоды Предположительно, периода династии Сун После того, как мы копнули на глубину примерно одного метра, то почувствовали препятствие, мешающее нам дальше проводить работы Мы сделали ров и обнаружили несколько блоков с надписью «в пагоде» Затем археологи исследовали больше исторических записей об этом районе И узнали, что рядом был храм Лун-Пин В рукописях также говорится, что недалеко действительно находилась пагода Раскопки продолжились и вскоре на месте работ стали проявляться восьмиугольные очертания древнего строения Судя по диаметру, это была самая большая пагода из всех известных до сих пор в Шанхае Мы продолжали раскопки от центра пагоды и нашли подземный тайник для сокровищ Древняя конструкция вокруг него очень редко встречается в пагодах этого региона Специалисты убрали деревянный брус, затем разобрали кирпичи и обнаружили подземное хранилище Внутри археологов ждал сюрприз – сокровища правящих династий Тан и Сун Включая 10 тысяч древних монет и дорогие украшения Ранее недалеко от этого места были найдены многочисленные фарфоровые изделия Все это позволило археологам сделать вывод, что это была не просто пагода, а маяк для торговых судов Согласно историческим записям, в те времена кораблям сложно было с моря увидеть порты Буддистам здесь предложили построить маяк или что-то вроде навигационной башни Скорее всего, она как раз и располагалась в одной из пагод храма Лунпин Предыдущие находки из фарфора предположительно были изготовлены в печах провинций Фудзянь, Джидзянь и Дзянси Аналогичную посуду того же периода находили на корейском полуострове и в Японии Эксперты полагают, что фарфор сначала привозили в Цинлунджень Здесь было что-то вроде склада В период династии Тан и Сун город процветал Забвение Цинлундженя пришлось на времена династии Юань, когда водные пути изменились Специалисты уверены, новые факты из истории современного Шанхая будут интересны жителям и гостям города Все находки вскоре будут представлены на выставке в музее Юлия Куц, Си Си Ти Ви О других событиях мы расскажем в следующих выпусках До встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok